Здравствуйте! С вами магазин спортивного питания MonsterPump и Коляский Кирилл, Алексей Кушаев. Сегодня мы поговорим о добавках для набора массы. Какие же выбрать, что будет эффективно, а что в принципе не подходит для этих целей. Начнем конечно с протеина. Протеин самая классика, стандартный, самый известный продукт в спортивном питании. Что он собой представляет? Это просто белок. Грубо говоря, на 90% порошок протеина состоит из белка. Еще добавляют туда подпластители, еще немножко всяких креатин добавляют. Дополнительный источник белка. Зачем он нужен? Потому что из еды трудно получить все необходимые питательные элементы, которые необходимы организму для набора массы. Для поддержания в принципе плюс-минус можно. А вот именно для набора нужно раз 5-6 питаться плотненько, либо конечно дополнять свое питание добавками. Такими как, например, патейн. Бывают разные, сырые вытащенные, смешанные, казеин. Отличается только скоростью по сути. Дальше, гейдер. Углеводная белковая смесь. Ну, чаще всего применяют, конечно же, за нехватки питания. Дополнительный калораж дает. Белка там, как мы говорили, уже соотношение меньше, чем углеводов. Больше, конечно, в пользу углеводов. Поэтому это гейдер подходит к дополнительным источникам, в принципе, калорий в организме. Калорий, углеводов. Ну и белочки там все-таки есть. Прекрасно подходит для набора мышечной массы. И еще добавка, как мы говорили, уже туда идет БЦА, витамин. Ну, весь комплекс. Можете подробнее посмотреть видео о гейдерах. Да, это один уже посмотрите. Значит, следующий продукт – это аминокислоты. Аминокислоты – это, по сути, аналог белка. Только белок, расщепленный до следующего этапа. Белок, попадая в наш организм, расщепляется до аминокислоты. Аминокислоты есть же и в отдельном форме. То есть, либо они идут в концентрат, либо в порошке, либо в капсулах, таблетках. Форму бывает разного. Уже говорили, быстрее условия. Да. Смысл у них, чтобы быстрее питаться относительно еды, относительно протеина. Чтобы после тренировки сразу закинуться ими, и было хорошо. Так же их можно между приемами и степить. Да. Так же наш любимый креатин, моногидрат. Классика жанра. Для набора мышечной массы прекрасно подходит. Вот. Так же мы уже говорили, что он задерживает немного воду. Поэтому смотрите, кому подойдет, кому нет. Ну, креатин бывает не только моногидрат. Тоже есть отдельное видео по этому вопросу. Ну, креатин. Креатин для набора массы прекрасно подходит. Вы подбираете каждый день. Хорошо дает толчок, когда вы встали на какой-то... Да, да. Особенно если какой-то ступор есть, да. Креатин подталкивает шикарно. В плане массы. Очень подходит. Так, ну, следующий момент это вот после креатина надо упомянуть о претренировочных комплексах. Во-первых, они содержат аргинин, галютамин, вот такие вот аминокислоты отдельные, да, которые способствуют пампингу. И, помимо этого, там обязательно содержится креатин в большинстве из них. Плюс, там, немножко минералов, может быть, там, да, немножко витаминов. Вот. Он хорош для того, чтобы повысить эффективность тренировок. Чтобы было больше энергии, да, чтобы они после работы, там, да, засыпали в зале. Чтобы полным сил, да, бодрым выполнить всю тренировку, нагрузить необходимым, да, организм необходимой нагрузкой, вот, и чтобы отдать ему стимул расти. Так, дальше порядка бустеры. Бустеры тестостероновые. Вообще повышение уровня тестостерона, соответственно, помогает, способствует расти в сухую мощную массу, дает хороший, опять же, тренировочный такой драйв. В принципе, хорошо подходит. Повышает либинь. Да, ну, сопутствующий ништяк такой. Обязательно нужен. Обязательно приятного дополнения. Вот, бустеры имеют место в метеоподелевом, да, в вашем рационаре. Ну, стоит сказать, что после тренировочных комплексов, в них чаще всего добавляют минералы, добавляют туда габа, да, такая они не кислота, добавляют туда бета-аланин, добавляют блютамин, опять же, адгенин. Да, то есть, такой набор элементов, который во время сна будет, значит, стимулировать ваш организм, вырабатывать гормоны такие, там, гормоны роста, да, там, тестостерон, то есть, стимулирует выработку природных, значит, природных... Ну, как антикотомоликов, работает прекрасно, да, восстанавливает побыстрее. Восстанавливает хорошо, да, где пульсомоспадации и так далее. Прекрасно всегда. Ну, в целом, еще стоит упомянуть только, наверное, батончики. Да, батончики – это как аналог либо геймера, либо протеина, смотря какие. Бывают, где у нас перекусить, да. Да, бывают протеиновые, там, где мало углеводов содержится, да, где вот так. Бывают совсем, прям, нажористые. Да. Очень высококалорийный. Как Сниггерс. Ну, и смотрите, у меня тоже такие батончики есть. Есть. У нас, видите, с соков колесной. Вот, так что, как-то так. Все, спасибо, подписывайтесь, смотрите наши новые видео. С вами был магазин Монстерпамп и коляскин Кирилл, Алексей Кошиев и спортивного питания много не бывает.